Собаки китайской хохлатой породы не являются охотниками или охранниками. Это скорее культовое животное, созданное для обожания своим хозяином. Несмотря на название, первый стандарт этой породы был разработан не в Китае, а в Великобритании. Щенки китайской хохлатой бывают двух разновидностей – голая и пуховая. Причем пуховки также успешно выставляются и даже становятся чемпионами мира. В Украине таких собачек много, а вот питомников мало. В основном животных везут из-за границы. Восемь лет назад разводить таких щенков начал Андрей. Очень понравился ее вид. Она вся ветреная, вся сумасшедшая собачка. Она очень активная, очень веселая. Если вы захотите завести такую зверушку, имейте в виду, она требует внимания и ухода. Дни Коко, Тори и Тойчика расписаны по минутам. Во-первых, борьба с лишней растительностью. Если у нее такая роскошная грива, уборный волос, то, конечно, собака немножечко зарастает по корпусу. То есть у нее растут мелкие волоски. И тут на помощь приходит обычный женский эпилятор. Когда кожа стала гладкой, можно побаловать себя солярием. На соревнованиях собака должна быть в загаре. Собака начинает посещать выставку с трех месяцев. Это класс Бэби. И в этом классе уже желательно, чтобы собака была отрингована. То есть отрингована, чтобы она ходила на ринговке. Это не поводок, а ринговка. Чтобы она слушала, чтобы она умела стоять в стойке. Перед этим некоторые заводчики тренируют собаку на беговой дорожке. Перед выставкой голая разновидность этой породы обязательно должна быть в загаре. Даже если это зимой, собака более эффектная, более ярко у нее выражен пигмент. А еще, готовясь к соревнованиям, собака должна тренировать шаг. Этому способствует ходьба на беговой дорожке. И последняя процедура – чистка зубов. Ведь белоснежная улыбка идет не только людям. Когда марафит окончен, можно выйти и на прогулку. Неудивительно, что такой преданный и модный друг понравится любой девушке. Тонкие натуры чувствуют друг друга. Собака китайская хохлатая. Если на нее накричишь, иногда бывает такое, что накричишь, она может сесть в стороне и будут действительно у нее идти слезы. Но только ее стоит похвалить. Все. Она уже не плачет, она уже играется и уже полностью спокойна. Любит гламурную собачку и представители шоу-бизнеса. Ченкову Андрея заказывали многие звезды. Наша собака живет у певицы Гайтана. Потом наша собака живет у певца Фагота. То есть все больше и больше китайская хохлатая покоряет Украину. Кстати, одежда для таких собак не просто прихоть хозяина. В холодное время года они действительно замерзают. Если есть возможность еще тапочки одеть, какие-то сандалики, чулочки, это тоже очень хорошо, потому что дороги обрабатываются реагентами, после чего проблемы с подушечками на лапах. Это собаки очень болезненно воспринимают. Лучше защитить, чем потом лечить. Конечно, щенки-китайцы не могут стоить дешево. Но даже если у вас нет денег на элитную собачку, свою заботу можно подарить и самой простой дворняге.